Приветствую, с вами Станислав Орехов. Сегодня у нас разбор планировки очередной. И давайте посмотрим, что нам сегодня прислали. Ребята планируют делать ремонт и попросили сделать небольшой разбор. Вижу планировку первый раз, смотрим, вместе с вами анализируем и даем некие рекомендации по этой теме. Итак, заходим. Сразу же скажу, что вот эти углы, когда мы заходим, они будут проблемные, потому что вот здесь будут спотыкаться люди, если делать совсем-совсем сбоку, впритык. Лучше всего сделать расстояние, хотя бы 3-5 см, здесь этого нет. То есть ни в коем случае впритык не делать вот здесь и здесь. Дальше, санузел. Заходим, видим санузел. Унитаз стоит, заходим, сразу же в него там упираемся. Ну, не очень хорошее решение, также не очень хорошее решение, почему у нас вдруг умывальник вот так вот сбоку смотрится, почему бы его вот так не сделать и спокойно его так не расположить, тоже непонятно. Унитаз также, я думаю, что можно разместить, попробовать. Ну, здесь, конечно, не очень хорошо, что ты входишь сразу в унитаз, но и так тоже не очень хорошо входишь сбоку. То есть, может быть, его куда-то поменять местами, например, унитаз все-таки сюда, аллейку сюда. Причем с санузлом бы я еще поработал примерно в таком формате. Полотенцесушитель. Здесь лучше, наверное, все-таки внутрь заходить. Ну, здесь и здесь, на самом деле, лучше внутрь заходить, дверь сделать. Полотенцесушитель. Окей. Что это такое? Ванная комната. Ванная комната. Сама ванная. Окей. Здесь она. Ну, здесь может быть неудобно, потому что локтями. Ну, в принципе, да, стояние позволяет, можно сделать. Но, может быть, все равно неудобно немножко локтями толкаться. Так, окей. Машинка. Ну, в принципе, может быть. Дальше. Ломаная вот эта вот история. Тут я не очень понимаю, где здесь по БТИ тоже надо посмотреть. Допустимая возможность размещения. Кажется, что, возможно, вообще стоит там поменять, например, все. То есть санузел и ванную сделать в одном все-таки в каком-то месте. Например, здесь прачечную как-то вот здесь. И, возможно, вот эта банкетка, она здесь мне нужна. Вот эта. Если можно, допустим, разместить, может быть, больше сюда, как санузел, сделать более полноценный. В общем, я бы тут поработал. Посмотреть нужно только, какие мокрые зоны. Санузлы мне, честно говоря, не очень нравятся. Можно, мне кажется, ну, явно можно сделать лучше. Дальше. Обувница зеркалом. Окей. Шкаф. Зачем в шкафу еще один шкаф? Вот этот непонятный. Зачем вот эти две здесь спрятанные стульчика? Вообще непонятная какая-то зона. Абсолютно бестолковая. Лучше так не делать. Если уж тут какой-то там шкаф, гардероб нужен, да, то спокойно делается как-то вот так. Вход, например, отсюда. Делаются какие-то нормальные вещи, стулья вот эти. Зачем они тут хранятся? Неясна мне вообще вот эта история. И плюс надо еще, когда ты сюда заходишь, ну, то есть ты зашел с улицы, тебе нужно куда-то повесить пальто, свою шубу, куда ты сделаешь. То есть ты откроешь и пойдешь сюда, в этот шкаф, как-то вообще нелогично. Скорее шкаф надо где-то вот здесь делать, да. Если это гардероб, то отдельно заходишь. То есть вот эта вот обувница, она как бы не сильно нужна уже именно здесь, да. Поэтому, короче, точно надо со шкафом что-то поменять, переделать. Дальше. Гардеробная система. Тоже какая-то интересная история здесь. Зачем заходить в гардеробную систему? И вот, то есть вот эта вот стена, она уже излишне. Непонятно, зачем внутрь заходить. А, это, наверное, как шкафы, да, наверное, вот так вот используется. Ну, все равно получается неразумно тратить вот это место, потому что ты заходишь сюда. Для чего? Ровно для того, чтобы походить вот здесь туда-сюда. Непонятно, выигрыша здесь по боковой части, она вот минимальная, да, вот 600 на 600. Тоже нет никакой необходимости. Вы ровно такое же место, что здесь выиграли, да, вот здесь вот вы и потеряли. Поэтому, что тут нужно сделать в таком формате? Нужно, если уж тут вы будете делать какой-то шкаф, нужно делать просто шкаф вот такой. Никакой двери, никаких стенок тут не нужно, которые снимают там дополнительную площадь. Вот, просто сделали, открываете, закрываете и нормально. Если уж вы хотите, чтобы было там полноценное, тогда уже надо делать, в принципе, возможно, да, вот в таком формате. С одной и с другой стороны, тогда гардеробочка имеет смысл, да, тогда стеночкой сюда мы заходим спокойненько, да. Ну, кстати, тут, может быть, и здесь еще один гардероб какой-то поставить. То есть, место, в принципе, позволяет у вас дополнительно, можно так не ставить. Вот, и тогда уже заходить имеет смысл отсюда, тогда вот этот шкаф и вообще вот эта вся тема не нужна. Вот здесь, ну, вот и вход будет тогда отсюда, возможно, да, либо вот отсюда будет вход, например, просто вместо какого-то шкафа. Тут надо уже смотреть, думать. Но вот это решение, единственное, что могу сказать, оно не разумно, не логично. Вот так делать я бы не стал, не рекомендовал никогда. Кровать достаточно маленькая, на двух человек точно. Какая-то она совершенно, сколько она, на 90, что ли, очень маленькая. Это для одного человека, я не понял, помещение. Так не делается. Кровать делается метр 80 нормальная, метр 60 минимум, наверное. Здесь какая-то она, если здесь метр 40, то здесь кровать какая-то там на сколько на метр, на метр 20, ну, непонятно. То есть, явно вот здесь меньше, чем вот здесь. Ну, или аналогично, да, даже меньше, по-моему. Тоже мне непонятно, большой знак вопроса поставлю. Телевизор как-то вы загнали в стенку. Тоже зачем это сделано? Вот какая-то непонятная конструкция. Вот так точно не будет, и здесь так точно не будет. Нужно проектировать так, чтобы было понимание, как это делается. Так не делается, конечно, 680 тоже достаточно мало. Поэтому, да, вот тут вопрос, зачем вот здесь стоит складной стол, причем он заходит явно на штору, тоже непонятно. И просто его сюда поставили, ну, когда здесь просто место какое-то добавили, да, немножечко сбоку. Да, почему тогда еще больше не сделать, нормально, ну, не сделать здесь место. В общем, очень странная эта история. Стенки надо поменять. В общем, здесь нужно обратиться к архитектору, не выдумывать самостоятельно, хотя есть какой-то архитектор, который работал, или дизайнер. Нет, это очень плохо, все, что сейчас мы видим, в целом оно не подходит, да, вот эти вот выступы, углы, шкаф, гардеробная, нет, это здесь надо все поменять. Дальше, угловой диван. Так, ну, угловой, угловой, окей, может быть, журнальный столик, хорошо. Вокруг дивана можно ходить, это плюс. Декоративная, а, вот, переходить нельзя, декоративная перегородка. Зачем она нужна? Лучше ее убрать и просто спокойно ходить вокруг дивана, никому не мешая. Причем вот это место у вас пропадает достаточно, и обидно, что оно пропадает, то есть оно пропадает совсем. Что можно сделать? Можно вот это место как-то использовать, в принципе, да, вот здесь какую-то перегородку сделать, например, поэтому ты можешь так же ходить вокруг дивана. Здесь ты можешь шкаф какой-то сделать, спокойно сюда попадая. Там шкаф какой-то можно здесь сделать, гардеробную. То есть вы место практически не теряете. Здесь, ну, даже, может быть, можно еще как-то по-другому, да, организовать, то есть какой-то такой шкаф. То есть тут достаточно много разных идей можно придумать. Скажем так, тут можно комбинировать по-разному. Самое главное, что вот это место, да, оно достаточно большое. Там вокруг для гардеробной, для какой-то комнаты можно даже вокруг него ходить. И вплоть до того, что вообще сделать тут какую-то кладовку внутри, вокруг нее сделать гардеробку, и вот у вас огромное место для хранения, в том числе там вот эти стулья попадут. То есть, ну, это возможно, да. Дополнительно можно это все привести как бы к низу, и, ну, так как бы тоже будет нормально. Места здесь очень много, вот здесь, и оно пропадает совершенно бестолково-бездарно. С этим надо что-то сделать, с системой хранения организовать. Ну, если разберетесь здесь с санузлом, то вообще будет прекрасно. То есть слева здесь вот какое-то место хранения, перегородка, справа получается санузел. Хорошо, причем тут вот еще это место, еще если с этим это как-то объединить, то вообще будет прекрасно. Дальше заходим в основную зону. Здесь зону готовки. Кухня, в принципе, нормально, да, может быть. Там детали сейчас не даюсь, но как бы окей. И стол, конечно же, очень плохо поставлен, конечно же, он никуда не идет. А, перегородка, это вот она, раздвижная перегородка, тогда вот это что такое, непонятно. Вот это раздвижная перегородка. Зачем? Чтобы запахи, наверное, не шли, то есть мы хотим закрыться. Но мы закрываемся, открываемся, и вот видим кусок стены, вот это будет некрасиво. У вас будет перегородка одна, перегородка вторая, и из этой перегородки будет выходить вот этот кусочек стола. Нет, это, конечно, ужасно, так делать не нужно, то есть, ну, вот это вот совсем плохо. Что с этим делать? Ну, я бы подумал на самом деле над разными вариантами, в том числе, чтобы не городить вот эту конструкцию, о которой я сейчас сказал. Диван как-то сдвинуть может быть в какую-то вот эту зону, да? Может быть, перегородка-то это и не нужна, может быть, здесь как-то нормально, ну или здесь все-таки разместить, либо... Может быть, кстати, и здесь, да, почему бы здесь не разместить зону столовой, например, да, дивана сдвинув сюда. Тоже нормальная история, кстати, возможно, да? То есть, ну, здесь вот явно мало места, либо перегородку не делать и разместить, может быть, где-то, не знаю, вот так вот, да. Ну, надо смотреть, тут надо смотреть, что можно дополнительно сделать. Сейчас плохо, потому что, ну, по многим параметрам, ты сидишь, у тебя, ты не смотришь на собеседника, у тебя здесь некрасиво перегородки эти ходят. То есть, вот эта, она стоит на проходе, но все это не очень хорошо. Я думаю, что вполне хватит места вот в этой зоне, чтобы развернуться. И все-таки, наверное, самое гармоничное решение будет здесь вот первое, да, вот эта зона столовая, да, и вот здесь вот зона все-таки как-то попробовать гостиную строить, то есть, соединить столовую и гостиную. А здесь нормально развернуться уже с, может быть, барную стойку, здесь, может быть, маленький столик какой-то поставить сюда, вот, в общем-то, он влезет как-то, да, дополнительно. Ну, в общем, вот это вот плохо вот именно вот здесь, я бы так точно не делал. Понятно, что тут достаточно тяжело вот с этой темой, да, с перегородкой желание закрыть. То есть, ну, можно закрыть, да, но не делать тогда на проходе вот этот стол, он ни к чему. Мне кажется, вот сюда вот можно поставить какую-то зону. И что тут? Тут топчан, полки, ну, здесь нормально, если поваляться, да, что-то надо, здесь, в принципе, нормальная история. Это не очень хорошая планировка, которую мы посмотрели, я бы ее полностью доработал, а еще лучше переработал бы, то есть, я бы взял дизайнера-архитектора, ну, как бы, более компетентного, уточнил бы. Тут, скорее всего, были какие-то персональные запросы, более детальные, да, потому что мы сейчас все не знаем, я смотрю, как бы, просто вот смотрю и, может быть, что-то не учитываю. Видно, что здесь есть куда расти, и в этом конкретном случае я бы рекомендовал еще посмотреть какие-то варианты перед тем, как вы начнете делать. Ну, в общем-то, пока все, хотите, обращайтесь ко мне, обращайтесь к другому архитектору, к дизайнеру. Если хотите сделать планировку правильно, то можете прийти к нам на курс, а если по комплектации, то вот есть целая книга-методика, которую вы тоже можете приобрести по ссылочке ниже в этом видео. Итак, присылайте нам на разборы планировки. У нас сейчас есть платная программа, в том числе, по которой вы можете не только экспресс-анализ посмотреть, как делать не надо, но и там, где я расскажу, как делать надо, сделаю ее защиту, объясню, как, что, почему, соберу у вас техническое задание, и мы вместе с вами поработаем. Если вам эта тема интересна, присылайте под этим видео, будет почта, куда вы можете обратиться. Делитесь этим видео с друзьями, если вы дизайнер, делитесь с коллегами. Спасибо, было интересно, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok